Дыни, арбузы, чиничные булки, щедрый зажиточный тварь, И на престоле сидит в Петербурге. Да вы не маленький, горький, так что? Ну, один из самых больших необносных городов России, вообще-то. Может быть. Я просто географию России хорошо знаю. Более того, насколько я помнил второй после Новокузнецка. Повеличение город России из необластных городов. Может быть. А полную не уже принесет какой? Ну, я откуда знаю. Я думаю, такой же, как Новокузнецк, или получше у вас. Мне кажется, Тольятти взялы не обратно. Ну, я не в курсе. Я не из Тольятти. У вас же у вас, у вас же там у вас, когда-то вы были в шоколаде, насколько я помню. В Присавке. Я не знаю, я не жил в Присавке. Ну, я не был в Тольятти в Присавке, но говорят, что-то там вы были в Шоколаде. Может быть, не знаю. Не был в Присавке. Не жил. Ну, я понимаю, я понимаю. Так у вас что? У вас какой-нибудь канал есть, или просто юзер? В смысле, просто юзер. Ну, просто юзер, просто общается. Если канал есть, под запись, потом выкладывайте видео. Ну, вы лучше не ходите за юзер, молодежные термины в ненужных ситуациях. Почему? Ну, как раз самая нужная ситуация. Переизбыты молодежных терминов. Хотя можно сделать, что не то, это как. А почему вы решили, что англоязычный термин – это молодежный? С чего вообще-то? Мне нравится молодежный жар. Ну, потому что вам примерно 100 лет. А вы используете такие термины молодежные. Ну, так вы, а вы, значит, еще просто ввиду своей молодости немножко необразованной. Я использую англоязычные термины. Это не значит, что они молодежные. Молодежные термины – это несколько из другой оперы. Да, но вся опера, про которую вы говорили, была молодежной. Хорошо, я вам говорю. Нет, я ни одного молодежного термина не использовал. Я использую только англоязычный термин. Это будет вам известно. Так вот, вам немножко для подъема вашего… Вы считаете, что я не знаю, что именем? Ну, вот юзер – это чисто англоязычный термин. Никакого отношения к молодежному термину он не имеет. Это так вам на будущее, чтобы вы знали. Ну, да, ну, да. Юзер, провайдер, браузер, компьютер даже, пролонгация. Это все англоязычные термины, и какое они имеют отношение к молодежному. А зачем вы их используете? Мне так удобнее. Зачем вы используете англоязычные термины при общении с русскоязычным… Мне так удобнее, я вам сказал. А вы просто… Не может удобнее. А вы просто… Ну, так давайте. Удобно давайте, виртуально. Поводите хуем по экрану, вот будете… Если что, чтобы не обижались, это шутка была. Да я понимаю, но ничего страшного. Каждый реализует свои сексуальные фантазии по-своему. Вы знаете такую пословицу «Everyone jerks off as he wants»? Знаете, как по-русски она звучит? Нет. 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 Но я вам даю полную копию русской пословицы просто в переводе. Давайте попробуем. «Everyone jerks off as he wants» – довольно известная пословица. «Jerk»… Блин, вот это ты говоришь. Единственное слово, которое я забыл, значит «jerks». Ну, даже без особо, каждый дрочит, как он хочет. Слышали такую пословицу? Да, но он довольно пошлый. Ну, намного менее пошлый, чем ваша манера общения. Но это без упрека. Если у вас пошлая манера общения, это просто ваш стиль. Я ничего против не имею. У меня нет никакой манеры общения. Я ничего против не имею. Знаете, английская пословица, вот я придерживаюсь по жизни. Я ее услышал где-то в третьем классе и понял, что это мое. Познается, называется так, звучит так. «Non-use» и «zut» не «use». Ну, это тоже неплохая пословица, да. Лучше. Лучше в мире. Просто, чтобы быть спокойным все время. Все время руководствоваться, расположить, что есть. И кайфуешь просто по жизни. Да, ну тут да, тут я согласен. В четвертом классе начинка, скорее всего, случайно. Да. Есть много пословий, типа «If you want to fuck for money, fuck yourself and save your money». Слышали? Ну, это уже по-настоящему, как начинается. А чем вы говорите обычно здесь? А? Ну. История, ретро-футбол, политика. Лингвистические споры. Вот как мы с вами. Довольно интересно. Ну, если не могу, то спорите на лингвистике. Ну, лингвистически не буду. А вы о чем говорите? Обычно. Мои познания довольно скудны. А, да, это ретро-футбол. Ну, ладно, хорошо. Какие ваши priority topics? Приоритетные топики ваши какие? Почему все время сходят английские речи? Мне так удобнее. Я же вам потом, если вы не понимаете, я вам потом говорю русскоязычный аналог. Priority приоритетные. В смысле, вам удобнее? Да. Ну, не заморачивайтесь. Вы скажите ваши приоритетные топики какие? Нет, если ты заморочен, почему вам удобнее? Ну, потому что я живу в англоязычной стране. Не заморачивайтесь. У меня... Скажите, какие ваши приоритетные топики? В какой стране уже есть? Да не важно. Мои-то где-то расспрашиваются, где в какой стране они живут, или ящик, что-нибудь в долбоевом. Вот и все. Ну, если вас страна интересует, в Канаде я живу. Ну, выясняйте, какой я долбоев. Мне просто методика ваша интересует, технология. Ну, нет, нет, нет. Как вы это выясняете? Просто общение. Ну, я понимаю. Какие-нибудь наводящие вопросы вы задаете, чтобы удостоверить, что ваш оппонент долбоев, долбоев или нет? Я же не блогер, а ведь это надо. Ну, понятно. Я тоже не говорил, что я блогер пока. Но не важно. Это же... Это не важно, блогер или нет. Если вы преследуете определенную цель, то есть вы выясните или... Нет, нет, нет. Ну, не цель, а так сказать. В данном случае вы сами сказали, что вы хотите для себя уяснить, что ваш оппонент долбоев. Для этого вы используете определенную методику. Я таковы не говорил. Вербальную. Ну, говорили, говорили. Ну, не важно. Ну, переговорить. Ну, хорошо, хорошо. Ладно, хорошо. Есть вопросы еще к кому? К вам? Да. Ну, чтобы выяснить, что я долбоев, как вы хотели, да? Как к блогерам, нет вопросов. Ну, а как к собеседнику? Есть вопросы? Нет, вы же блогер, вы не можете быть собеседниками. Почему? Вот именно, что... Когда мы беседуем, мы между вами собеседниками. А в реальной жизни вы можете быть хоть вице-президентом татарии, например. Да. Ну, если вы зашли в чат-рулетку, вы такой же юзер, как и все. Ну, окей, ладно. Если нет вопросов, всех благ вам. Дай бог вам хороших юзеров, так сказать. Окей. Есть очевидные вещи, они просто очевидны. Ну, два раза два, это четыре, не четыре с половиной, не 3,8, а четыре. То же самое, обратите внимание, 56-й год Венгрия. Венгрия. Советские войска ввели. Скрыто ввели 50-й, 51-й, 53-й в Северную Карелию, в Северную Карелию, во Вьетнаме. Но ты мне улица родная, и в непогоду дорога. Продолжение следует.